Карелия туристическая мекка. Спешите в Карелию. Я точно знаю, каким будет лето в Карелии. Оно будет очень коротким. Такое короткое лето. Я точно знаю, какой будет зима. Она будет очень долгой. У нас есть по поводу карельского лета такой анекдот очень смешной. Лето было хорошим. Во-первых, малоснежным. А во-вторых, выпало на выходные дни. Ну, надо же что-то на даче сделать. А если лето выпало не на выходные, то это сложно. Действительно, лето очень короткое. Почему я об этом говорю так подробно? Потому что Россия вообще северная страна. Ни кусочка не лежит в южном полушарии. Но Карелия это север-севера. Это северо-запад севера. Но по европейским масштабам это север. Это лютый север. Мы сейчас с вами на параллели Сургута. Мы сейчас с вами на параллели канадского Галифакса. Но канадцы свой север не освоили. Там на севере Канады поселки геологов. А мы сюда пришли. Новгородцы, Псковичи в 11 веке колонизировали будущий русский север. Сюда же пришли и финно-угры. У нас еще есть мощная финно-угорская традиция. Да. Сюда пришли карелы, вепсы. Это финно-угры. Вот. Наряду с марийцами, удмуртами. Вот этот шлейф коми финно-угорских народов от Урала до Финляндии. Вот. До Балтики. Вот. И, конечно, это несло свой отпечаток. Я считаю, что на обычаи, на традиции накладывает отпечаток природа. Климат. Природно-климатический фактор. Вот мы, люди севера, у нас и обычаи такие. Природно-климатический фактор. Природно-климатический фактор. Природно-климатический фактор. Природно-климатический фактор. Продолжение следует...